МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Софтскилз, реюз и стартап. Непонятные, на первый взгляд, иностранные слова очень просты и, главное, полезны для понимания. Сегодня убедимся в этом. Я приветствую вас и перед полным погружением в новые понятия предлагаю подборку наших родных новостей экономики, которые обсуждались последние 7 дней. Архангельск готов к Международному арктическому форуму. Об этом было заявлено на заседании арткомитета форума, которое прошло в Москве. В основу деловой программы легли более 60 предложений от крупных международных компаний, профильных ведомств и экспертных сообществ. Основной площадкой форума станет САФУ, пленарное заседание, в Театре драмы. В апреле 2019-го столица Севера примет более 2,5 тысяч участников и гостей. Речной вокзал в Архангельске появится к 2020 году. Он расположится в районе гостиницы «Новотель». Стоимость работ – 100 миллионов рублей. Архречпорт построит вокзал за счет собственных средств, но предпосылки для таких вложений есть. Сохраняется стабильный пассажиропоток, порядка 1 миллиона человек за навигацию. Плюс развивается туриндустрия. В планах новый маршрут речных перевозок вместе с обновлением флота. На Соловках началась реконструкция аэропорта. Подрядчик – компания «Стройтрансгаз» – уже в этом году получит авансовые платежи. Ремонт пройдет без прекращения полетов. В проект входит строительство служебно-пассажирского здания с привокзальной площадью, склада техники и оборудования, стоянки, комплекса очистных сооружений. Отремонтируют и взлетно-посадочную полосу, построят новую рулежную дорожку и перрон. Источник финансирования – федеральный бюджет. Стоимость работ оценивается в 2,5 миллиарда рублей. К «Хартии» в сфере оборота древесины присоединились еще два предприятия «Поморья» – «Форест» и «СКВ Компани». Одна реализует в Плесецком районе приоритетный инвестпроект в области освоения лесов, другая производит детскую мебель. Присоединение к «Хартии» подтверждает, что компании являются законопослушными и социально ответственными участниками рынка и следуют принципам честной конкуренции. Через 6 лет число тех, кто занят в сфере малого и среднего предпринимательства, должно увеличиться на 30%. Сегодня 133 тысячи человек, в перспективе 177 тысяч. Такую планку задает нацпроект в сфере МСП. Доля малого бизнеса должна будет составлять треть валового регионального продукта. Достичь целевых показателей планируется за счет совершенствования инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. Вопрос этот горячо обсуждали на конференции в Северодвинске. Поднимали и тему компенсации и сдержек для бизнеса, работающего на окраинном севере. О старых проблемах и новых тенденциях. Материал «Бизнес Панорама». В Северодвинске малое и среднее предпринимательство всегда стояло на ногах уверенно, поддерживалось местными властями и считалось образцовым для других городов и районов области. Но общероссийские проблемы не обошли стороной и город Корабелов. За последние 7 лет на 17% стало меньше зарегистрированных предпринимателей, а количество занятых в малом и среднем бизнесе сократилось почти на четверть. Тем не менее, Северодвинск был и остается городом, где рождаются и живут новые бренды. Яркий пример – авторские куклы Ирины Черепановой. Вата, картофельный крахмал и мастерство – главные составляющие успеха. Но без административной и финансовой поддержки со стороны городских властей тоже никуда. В 2009 году я была финалистом программы для начинающих предпринимателей, когда я получила, то есть субсидию выиграла на развитие своего бизнеса. А также есть такие формы поддержки, то есть очень много езжу по выставкам, то есть где представляю город Северодвинск. И часть затрат на участие в выставках все-таки возмещает администрация. Кукольная мануфактура зарегистрирована в Северодвинске. Здесь же предприниматель платит налоги, а вот продукция продается в основном в других городах и за рубежом. Но это скорее исключение из правил. Власти Северодвинска стараются сориентировать малый бизнес на внутригородской рынок. Порядка 60 миллиардов рублей составляет ежегодный рынок товаров и услуг в городе Северодвинске. Соответственно, задача бизнеса – грамотно, наверное, расставить приоритеты в этом поле. И грамотно воспользоваться этими ресурсами. Потому что мы считаем, что это привлечение федеральных денег в Северодвинск и есть самая главная поддержка местного бизнеса. Федеральные деньги – это гособоронзаказ. Тем не менее, пока не удается интегрировать малый бизнес в работу промышленных гигантов. Различного рода товары, услуги, спецодежду и многое другое Севмаши, Звездочки и Радобы закупать на местных предприятиях, но в центральных регионах получается дешевле. Для поддержки городского бизнеса власти Северодвинска используют различные рычаги. Кроме выделения субсидий, проведения обучающих семинаров, профессиональной переподготовки и снижения арендной платы, в Северодвинске найдены резервы для кредитования малых и средних предприятий на льготных условиях. В Архангельской области работает региональный фонд микрофинансирования. Но муниципальный фонд есть только в Северодвинске. Мы на 2019 год уже в наших бюджетных проектировках не то что сохраняем те меры поддержки, которые были предусмотрены ранее, мы их увеличиваем. И это увеличение касается, ну если уж в рублевом эквиваленте, то плюсом 10 миллионов рублей на первое это декапитализация нашего фонда микрофинансирования. Это единственный муниципальный фонд, который сегодня успешно с 2010 года работает на территории города и пользуется хорошим таким успехом у предпринимателей. И все же себестоимость любой продукции или услуги на Крайнем Севере объективно выше. Повлиять на это обстоятельства муниципальные власти не в состоянии. Участники конференции считают необходимым внести изменения в федеральное законодательство. Именно эти тезисы легли в основу резолюции 17 конференции представителей малого и среднего предпринимательства Северодвинска. С тем, что наука должна приносить знания, вряд ли кто поспорит. Но сегодня наука может приносить еще и прибыль. Продвинутые разработки все больше находят применение на рынке и становятся интересны реальному бизнесу. Конечно, процесс не быстрый, но помогают драйверы в виде конкурсных программ, которые мотивируют молодые умы не только изобретать, но и продавать. Так, фонд содействия инновациям уже второй год проводит в нашем регионе проект «Умник». Студенты, аспиранты и молодые ученые в УЗО в Поморье представляют комиссии свои научные инновационные разработки, а успешная защита проекта сулит неплохой грант до полумиллиона рублей. Куда его можно направить и кто защищался перед жюри в этом году, сейчас расскажем. В руках студента Павла Зобова спасение отечественного судостроения. Его разработка – это спецпокрытие для корпуса кораблей. Состав гениально прост. Прополис, льняное масло и янтарная крошка. Технология не хуже существующих аналогов защитных покрытий и почти в два раза дешевле. Для Павла это уже второй этап. В прошлом году он стал одним из четырех победителей «Умника». На новый этап у нас план уже расширения производства, то есть прототип покрытия создан, все выполнено, именно научная часть работы. А сейчас это чисто коммерциализация, сертификация данного покрытия и уже поставка заинтересованным клиентам. Заинтересовать жюри конкурса «Умник» решила и Ольга Дуркина. Инженер-технолог придумала, как из отходов производства готовить бетонную смесь. В итоге стоимость уменьшится, а качество состава увеличится. Поставлять необходимое вторсырье может, например, АЦБК. У нашего целлюлозно-бумажного комбината большие запасы этих отходов, их нужно утилизировать. Соответственно, мы помогаем им в утилизации и можем использовать его в качестве заполнителей в бетон. В финале конкурса разработки защищают 18 новаторов – студенты, аспиранты и молодые ученые вузов Поморья. Важна как научная, так и коммерческая составляющая проекта. И свежие мысли, и свежие идеи, которые, в частности, молодые люди генерируют, они очень востребованы сегодня на производстве. Победителям – грант на исследование до 500 тысяч рублей. Деньги можно использовать на доработку проекта, а также на получение патента. Фонд содействия инноваций представляет целую линейку продуктов. Как раз «Умник» – это первый шаг дальше старта, коммерциализация. Сейчас корпорация развития представляет собой как раз центр компетенции, который позволяет всем желающим получить всю необходимую информацию. У нас сейчас экономика даже не знаний, а креатива, какого-то творческого подхода. И, безусловно, на всех проектах это было. Чья работа лучшая – решит жюри. Имена обладателей полумиллионного гранта узнаем в конце декабря. Есть такое понятие «soft skills» – это надпрофессиональные навыки, не связанные с должностными обязанностями человека. То есть знания и умения, которые необходимы для успешной работы в команде. Большинство работодателей сейчас как раз обращают внимание не только на компетентность кандидатов, но и на их личностные качества. Аналитики сервиса «Хэтхантер» выяснили, что больше всего компаний из Архангельской области нуждаются в ответственных сотрудниках. Портрет идеального работника дополняют коммуникабельность, стрессоустойчивость и самостоятельность. Немаловажно и нацеленность на результат. Оно и понятно – компании сами сосредоточены на повышении эффективности бизнеса, а кто им в этом поможет, если не сотрудники? Как показывает аналитика, работодатели за последние три года стали больше присматриваться к ответственным кандидатам. Если в 2015 году этот навык был указан в каждом пятом предложении о работе, то сейчас – в каждом четвертом. А вот коммуникабельность и стрессоустойчивость сдали позиции. Их востребованность в кризисные годы была выше. Ну и сейчас это самые топовые soft skills, иначе говоря, гибкие навыки. Влияют ли такие навыки на уровень оплаты труда? Оказывается, да. И самостоятельность в этом плане – самое выигрышное качество. Такому соискателю работодатель готов платить больше 50 тысяч рублей. Среднее финансовое вознаграждение специалистов, нацеленных на результат, равнялось 35 тысячам рублей. С другой стороны, стрессоустойчивость, ответственность и коммуникабельность являются самыми популярными навыками и чаще всего встречаются в предложениях о работе. Поэтому средняя зарплата в вакансиях с этими качествами не превышает среднерыночный уровень оплаты труда – 30 тысяч рублей. Судя по данным аналитики, наибольшие ответственности работодатели нашего региона ждут от рабочего и административного персонала. Умение отвечать за результат ценится в сфере транспорта и логистики, а стрессоустойчивостью в представлении работодателей в первую очередь должны обладать менеджеры и специалисты сферы продаж. Но пока вы задумались, какой у вас имеется гибкий навык, я передам слово Светлане Свириде. В рубрике «Про работу» она дает дельные советы как работодателям, так и соискателям. Добрый день, меня зовут Светлана Свирида. В этой передаче поговорим о таком собеседовании, как скайп-интервью. Безусловно, в высоком ритме жизни все меньше времени на личные собеседования, поэтому и удаленно работодатели из других городов часто используют этот метод. Как же к нему подготовиться и как не попасть в просаг, расскажу сегодня. Во-первых, позаботьтесь о том, какой у вас ник в скайпе. Чаще мы используем этот ресурс для общения со своими друзьями, родственниками и не думаем о том, какой выбрали ник. Он бывает шуточным, смешным и даже курьезным. Странно, когда главный бухгалтер присылает свой ник в скайпе, а он называется красотульки, поэтому рекомендую вам завести второй скайп для деловых переговоров и проведения собеседований. Второй момент, который следует учесть, это ваше рабочее место. Включите вашу веб-камеру и посмотрите, а что за вашей спиной, что увидит ваш работодатель. Зачастую это может сыграть не в вашу пользу. Рекомендовано, чтобы это была стена или какой-то нейтральный фон. Следующий момент, скайп позволяет оперативно обмениваться данными, поэтому необходимо сделать следующее. Все ваши рекомендательные письма, портфолио, работы должны быть у вас на рабочем столе под рукой. Вы произведете впечатление на работодателя, очень человека быстрого и оперативно решающего все вопросы. Если такая потребность возникнет, вы в онлайн-режиме сможете сразу же интервьюеру отправить необходимые файлы. Это тоже может сыграть в вашу пользу. Конечно, такой странный момент, но это дресс-код. Нам дома хочется быть в комфортной одежде, но все же это собеседование, поэтому позаботьтесь, чтобы это был деловой стиль, возможно, рубашка или, может быть, пиджак. Позаботьтесь, чтобы на компьютере в момент собеседования не работали фоновые программы, потому что они, во-первых, создают шум и звук, а во-вторых, отнимают трафик интернета. Соберитесь, это деловое мероприятие. Не следует раскидываться комфортно в кресле, как вы это, может, делаете обычно. Позаботьтесь, чтобы аппаратура работала исправно, чтобы микрофон хорошо работал и чтобы у вас были хорошие наушники. Если вы можете записать свое собеседование на компьютер, сделайте это для того, чтобы потом разобрать ошибки и, может быть, улучшить свое собеседование. Также, если ваши коллеги или друзья могут помочь вам в том, чтобы пройти собеседование заранее, тоже позаботьтесь об этом, пройдите его, и, возможно, это будет ключом к успеху. Желаю вам хороших собеседований, продуктивных и успехов. До свидания. В середине декабря время не только подводить итоги, строить бизнес-планы на Новый год, но и задуматься о празднике и, конечно, подарках. Да вот только под красивой упаковкой может скрываться весьма сомнительная начинка. В погоне за прибылью производители нередко штампуют второсортный товар, к тому же не прошедший сертификацию. Но, как и у человека, у любого продукта должен быть свой паспорт. Роспотребнадзор напоминает, на любой товар продавец обязан предоставить информацию. Она, как правило, представлена на маркировке подарка. Вся продукция для детей и подростков должна быть сертифицирована, и потребитель вправе ознакомиться с товарно-сопроводительным документом. Особое внимание мягким игрушкам и сладостям. Если потребитель планирует приобрести игрушку, следует обратить внимание на то, чтобы она была безопасна в использовании, безопасна для жизни и здоровья ребенка, и лиц, присматривающих за ними. Если игрушка входит в состав подарка с кондитерскими изделиями, она должна иметь упаковку, которая предназначена для контакта с пищевыми продуктами. Как правильно выбрать сладости или игрушку в подарок ребенку, можно уточнить в Роспотребнадзоре по телефону «Горячей линии». А за горячими новостями спешите на сайт компании «Консультант Плюс». Там всегда много важной информации для каждого. А может, и не стоит бегать по магазинам в поисках чего-то оригинального и, как правило, недешевого? Может быть, то, от чего хотите отказаться, еще послужит вам долгие годы? Вторичное использование вещей сегодня не только практично, но и прибыльно. Или наоборот, доходы не приносит, но финансы экономит. Так что же лучше, порадовать себя новинкой или посмотреть в сторону бывших в употреблении вещей? Над этим задумался наш эксперт Иван Захаров. И вот, каким выводом пришел. Приветствую, уважаемые телезрители. С вами вновь Иван Захаров. И в этой рубрике я отвечу на ряд вопросов, которые поступили. Люди меня спрашивают, Иван, расскажи, пожалуйста, что лучше, покупать новые вещи или БУ? Это вопрос двух вещей. Первое, это вопрос доходов. Потому что, если у вас достаточно большие доходы, в принципе, почему нет? Покупайте новые вещи, в этом нет никаких проблем. Второе, это вопрос отношения. Когда вы покупаете вещь БУ, многие люди брезгуют или считают, что это неправильным. Ну, они отказываются. И когда мы покупаем БУ вещи, что происходит? Мы все-таки экономим. То есть, мы покупаем то, что мы хотим, но часть денег мы оставляем и не тратим. Самое главное, давайте разберем, какие там есть плюсы и минусы на примере автомобиля. Самый простой пример. Например, как правило, даже если автомобиль, ему там полгода или год, он в цене уже меньше процентов на 30. Ну, дальше там по 5-10% каждый год к цене машины новой можно накидывать. То есть, мы экономим достаточно существенную стоимость. Ну, допустим, если автомобиль там стоит 500 или там миллион, 30% это уже очень хорошие деньги. Большинство богатых людей, которых я знаю, они не покупают себе новые автомобили, они всегда себе берут БУ. А как раз новые автомобили покупают люди, у которых денег меньше, тем более они еще в кредит часто покупают. БУ это не так плохо. Это, я считаю, нормально. И если вы эти деньги откладываете, вы создаете свой капитал. Какой капитал необходим для того, чтобы у вас было все хорошо? Есть такая формула 150. Формула финансовой независимости. Вы свой доход умножаете на 150, и вот та сумма, которая у вас получится, это будет тот капитал, который вам необходим для того, чтобы вы могли создать себе пассивный доход. То есть, ну, например, 100 тысяч умножаете на 150, эту сумму кладете в банк на депозит, ну, это если у вас доход 100 тысяч, да, соответственно, под 7, там 8% годовых сейчас можно положить в декабрь 2018 года на дворе. Вы будете получать те же самые 100 тысяч, только уже в виде процентов каждый месяц. То есть, это некий пассивный доход. Для того, чтобы жить лучше, есть формула финансовой свободы. Когда мы берем желаемый доход, ну, прям желаемый, не то, что вот вы там нафантазируете миллион долларов, вот прямо каждый месяц, а какой-то больший, может быть, там в 2, в 3 раза, но он, в принципе, для вас реальный. И тоже умножаете на 150. Вот это будет формула финансовой свободы. Это то количество денег, которое, в принципе, вы можете не просто там иметь пассивный доход, а вы можете иметь то количество денег, которое позволяет вам жить то, как вы хотите. Потому что, скорее всего, если вы, условно говоря, интересуетесь финансовой грамотностью, то, скорее всего, вы бы хотели жить лучше, но пока не можете себе позволить. Так вот, смысл приобретения вещей, бывших в употреблении, именно быстрее создать свой пенсионный капитал, либо просто капитал, закрыть свои материальные цели, для того, чтобы не в 60 лет, или там в 70, или в 80 лет, когда уже, в принципе, жизнь на излете, пользоваться благами и цивилизациям, чтобы успеть вкусить жизнь, когда вам 30, 40 или 50 лет. То есть, в этом есть определенный смысл. И я рекомендую вам подумать, прежде чем вы хотите что-то купить новое, может быть, это можно купить БУ. Вот вкратце все, что я вам хотел сказать о том, стоит ли покупать новое или БУ, и к какому уровню капитала вам нужно стремиться. На этом все. До встречи в следующих выпусках. С вами был Иван Захаров. Спасибо, что смотрели «Бизнес-панораму». Я по традиции желаю вам заниматься тем, что интересно, и делать интересным то, чем занимаетесь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова